здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаю свой обзор по книге александра сергеевича яковлева авиаконструктора вот была критика даже по этой книге но посмотрим что ответит мне тот кто критиковал книгу яковлева и его самого но был другой комментарий о том что человек в детстве прочитал эту книгу изучил про авиацию и всю жизнь в авиации то есть по крайней мере труд яковлева даже если он кому-то не нравится как конструктор или его самолета не нравится то его труд интеллектуальный он огромен и заслуга его тоже огромная потому что многие молодые люди влюбились в авиацию именно по книге александра сергеевича и значит первой части я рассказывал что в основном у него было про сталина про сталина было очень-очень много но оказывается далеко не все вот не все я вам сказала потом увидела думаю и это надо было сказать и это надо было сказать но все не поместилось фильм он и так был большой длинный до часовой не все могут целый час смотреть но все-таки кое-что я еще добавлю сегодня про сталина вот вся книга практически про сталина вся книга про сталина вот куда не возьми вот она вся основная и все это связано со сталином его отношением к авиации и немножечко все-таки я еще скажу из этой книги то что яковлев пишет о сталине и мы просто сравним сколько строк отдано хрущеву ну вот просто человек тогда еще не знал кто такой хрущев но может быть они он им не нравился они может быть как-то догадывались что он не совсем тот за кого себя выдает никто же не знал что он агент влияния просто его действия были такие странные но хрущев то себя позиционировал как коммунист он же стучал кулаком он же говорил что к двухтысячному году будет коммунизм здесь уже в советском союзе что всех обеспечит квартирами он стучал он грозился он обещал он требовал но на самом деле вредил нашему государству на самом деле распад и развал советского союза началось начался естественно с него из его команды или компании сейчас речь не об этом не могу не сказать еще несколько строк из книги яковлева о сталине вот просто по чуть-чуть буду потому что все все невозможно впечатление о сталине таково что он никогда и никуда не торопился все делал не спеша вместе с тем по обсуждавшимся у него вопросом решение принимались немедленно как говорится не сходя с места однако лишь после всестороннего обсуждения и обязательно с участием специалистов мнение которых всегда выслушивалось внимательно и часто бывало решающим даже если в начале и расходилась точка зрения самого сталина с ним можно было спорить изредка если вопрос был особенно сложный и требовал дополнительной подготовки на проработку давалось не больше двух-трех дней быстрота четкость исполнения требовать во всем и большом и мало вот это настоящий управление настоящий руководитель вспоминаются два случая однажды вызвали меня и дали важное задание стали он сказал это срочное дело его нужно быстрее выполнить и мы решили поручить его вам чем нужно помочь я говорю ничего не нужно все у меня есть для того чтобы сделать хорошо если что-то будет нужно вы не стесняйтесь звонить и обращайтесь за помощью тут я вспомнил товарищ сталин есть просьба но это мелочи стоит ли вас утруждать а ну при выполнении задания будет много разъездов по аэродромам а у меня на заводе плохо с автотранспортом мне нужны две машины м1 больше ничего только две машины да больше ничего из кремля я вернулся на завод встречает меня заместитель сейчас звонили из наркомата автотракторной промышленности просили прислать человека с доверенности получить две машины м1 и дает подписать доверенность тот же день две новенькие машины м1 были уже в заводском гараже вот моментально решил вопрос сталин что нужно для дела две машины все пожалуйста получите распишитесь дальше неоднократно я замечал что сталин не терпит безграмотности он возмущался при чтении плохо составленного документа иногда экзамен на грамотность приходилось давать на ходу часто при обсуждении вопросов в узком кругу сталин предлагал высказаться всем желающим у некоторых сам спрашивал мнение затем подводил итоги потом пододвинет кому-нибудь лист бумаги карандаш и говорит пишите сам диктует мне не раз приходилось писать под его диктовку решение по авиационным вопросам он диктует и нет нет да и подойдет через плечо поглядит как получается однажды он остановился посмотрел написанное и моей же рукой с карандашом поставил запятую другой раз и не совсем удачно построил фразу он сказал под лежащими у вас что-то не в порядке вот как нужно и поправил после этого я очень внимательно перечитал учебник по грамматике русского языка если человек не может грамотно правильно изложить свои мысли говорил как-то сталин значит он и мыслит также бессистемно хаотично как же он в порученном деле наведет порядок прочитав однажды документ составленный одним военным сталин сказал вот безграмотный человек а попробую упрекнуть сейчас начнет свою неграмотность объяснять рабочий крестьянским происхождением это не культурность и неряшливость особенно в оборонном деле недопустимо рабочим с крестьянским происхождением объяснять недостатки своего образования свою техническую неподготовленность незнание дела враги нам скидки на социальное происхождение не сделают именно поэтому что мы рабочие крестьяне мы должны быть всесторонне безукоризненно подготовлена по всем вопросам не хуже врага по адресу некоторых командиров армии которые пытались недостаточное знание дела и особенно сложной боевой техники искупить своей личной храбростью и презрением к опасности сталин говорил многие у нас кичатся своей смелостью одна смелость без отличного владения боевой техникой ничего не даст одной смелости одной ненависти к врагу недостаточно как известно американские индейцы были очень храбрыми но они ничего не смогли сделать со своими луками и стрелами против белых вооруженных ружьями я не раз слышал начале войны как сталин упрекал некоторых военных в отсутствие инициативы свежих мыслей выговариваем а что с вас взять военные всего мира такие держатся за рутину за проверенные боятся нового знаете ли вы сказал он однажды что никто иной как руководители нашего военного ведомства были против введения в армии автоматов и упорно держались за винтовку образца 1891 года вы не верите улыбаетесь а это факт и мне пришлось перед войной упорно воевать с маршалом куликом по этому вопросу так и в авиации боятся нового вспомните историю со штурмовиком илюшина во время войны я заметил в сталине такую особенность если дела на фронте хороши он сердит требователен и суров когда неприятности он шутит смеется становится покладистым первые месяцы войны мы находились под впечатлением неудач наши войска отступали всем было очень тяжело сталин никогда не показывал вида что ему тяжело я никогда не замечала у него растерянности наоборот казалось что настроение у него бодрое отношение к людям терпимое он понимал видимо что в такие моменты людей нужно поддержать подбодрить вот так и очень много и дальше очень много интересных моментов может быть даже я буду сделать отдельные короткие фразы сталина вот из этой книги потому что ну это замечательная обучающая обучающий материал для молодежи да и для взрослых людей в том числе вот будь как сталин просто его поведение уникальное поведение трудные моменты человек прошел такие испытания будучи руководителем страны вот пройдя такую колоссальную войну до рабочий крестьянская власть лучше очень много неграмотных действительно и запад который который имел все все вооружение все деньги все все знания все всю информацию все книги все технологии и молодая советская россия и все-таки мы победили не победили конечно же благодаря такому руководству как иосиф виссарионович сталин хотя очень многие на фильмы о сталине комментариях пишут гадости но в основном я так понимаю что это люди с нашей замечательной советской украины потому что русские люди которым очень хорошо конкретно промыли мозги ну и кое-кто у нас здесь тоже есть люди с опытами мозгами тем более если учесть то что изучать школе сложеницына то конечно не мудрено такое отношение да у нас у всех было было много вопросов мы же тоже верили что сталин наверное какой-то там тиран нам же тоже это все внушалось и вот приходится сейчас сейчас в таком уже зрелом возрасте понимать как же нас обманывали какое не имели право нам так врать и вот эти книги есть у кого были ну скажем так мозги кто уже понимал что что-то не так вот книга то напечатана в шестьдесят девятом году и она не была цензурирована и в том смысле что ее никто не запрещал но нам все равно говорили что сталин плохой берия плохой сталин плохой а тем не менее вот подобные книги были то есть людям давалась возможность изучать информацию сопоставлять и думать а теперь давайте перейдем к тому что он говорит яковлев о хрущеве и вот не поверите почти ничего вот вся книга вся книга вот видеть у меня подчеркнуто да все про сталина сталин жданов берия все про них и вот все 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 про них все про сталина туполев сухой да вот он рассказывает где же у нас хрущев когда же у нас начнется хрущев вот опять сталин опять сталин и хрущев у нас начинается только в 1960 году вот с этого момента позвольте я вам полностью прочитаю мне хочется рассказать об одном эпизоде это было осенью 1960 года ранее серенькое московское утро на одном из подмосковных аэродромов около ту-104 собираются пассажиры их немного всего 10-12 человек в их числе авиационные конструкторы туполев микоян сухой люлька туманский машина взлетает и на высоте 9 тысяч метров берет курс на юг хозяин самолета андрей николаевич туполев угощает пассажиров в разговорах шутках анекдотах несколько часов полета проходит незаметно наконец мы приземляемся на аэродроме обдает тропическим жаром освобождаемся от пиджаков и галстуков закатываем рукава рубашек тени под крылом огромного самолета ожидает автомобиль волга и через несколько минут мы уже мчимся по прекрасной бетонированной дороге проложенной среди песков пустыни ни одного деревца никакой зелени лишь на горизонте то справа то слева в поле зрения возникают какие-то непонятные гигантские сооружения по пути нас несколько раз встречает вырастающие словно из-под земли контрольно-пропускные патрули я так думаю про африку что ли пишет вот засекречено да он не говорит конкретно где но судя по тому что вырастает словно из-под земли гигантские непонятные сооружения может быть это все-таки про африку речь идет вот мы у цели утопающий в зелени маленький оазис небольшие уютные домики отведенные для отдыха поражают прохладой и комфортом радио телефон ванна горячая холодная вода столовая смело может тягаться со столичным рестораном мы порядочно утомились пути и после ужина сразу идем спать в течение ночи прибывали все новые новые приглашенные среди них были виднейшие конструкторы генералы маршалы многие из тех кому партия доверила создание оборонной техники утром перед нашими домиками мы увидели дизельный поезд в нем прибыли руководящие деятели цк партии и советского правительства вот в этот момент начинается когда приезжает хрущев после краткой информации о предстоящей работе рассаживаемся по машинам и едем на площадку x выезжаем рано утром солнце взошло но зной еще нет и дорога не столь утомительно как накануне на площадке x вдоль длинной бетонной дорожке на стендах выставлены новейшие образцы наземной боевой техники не той которые показывали на последнем параде на красной площади а который еще только будет свое время показано здесь представлены все виды ракетной техники радиотехнические и радиолокационные средства артиллерийские установки военные инженеры и конструкторы давали подробнейшие объяснения для всех нас присутствовавших здесь это был настоящий университет мы получили возможность по достоинству оценить плоды технической мысли и труда тысяч людей воплощенных в этих сложнейших машинах механизмах аппаратах созданных на базе высших достижений современной науки осмотр продолжался почти целый день беспощадное солнце довело нас буквально до изнеможения на второй день все собрались на площадке y разместились на несколько приподнятой установки с боевыми расчетами слева был расположен командный пункт ракетной воинской части сначала был показан последовательно весь цикл операции проведения боевую готовость одной из ракетных установок было очень приятно наблюдать четкие безукоризненные слаженные действия солдат вслед за этим ракетные установки двинулись в путь и остановились на безопасном от трибуны расстоянии заняв огневые позиции с интересом следим за работой командного пункта с которого по радио передается команда на пуска ракеты кп совсем не такой каким мы привыкли видеть его во время минувшей войны офицеры сидят за столиками со специальными вычислительными приборами радиоаппаратуры команда транслируется через громкоговоритель и мы имеем возможность проследить всю технологию пуска ракет и хотя установки находятся на довольно большом расстоянии все отчетливо видят как маленькие человечки в синих комбинезонах лопочет около ракет а когда все приготовлено уходит в укрытие открытые в земле мгновение и окутанные в начале клубами пыли ракеты одна за другой с характерным свистом устремляются в небо но самое интересное в конце показа прямо перед трибуны на расстоянии примерно полутора двух километров насыпан огромный воронкообразный холм земли в виде конуса вулкана около него какие-то сооружения из кратера возвышается гигантский корпус остроконечной баллистической ракеты перед пуском ракеты которая была нами предварительно осмотрена по специальному сигналу все спутились в укрытие чтобы наблюдать старт точно в назначенное время секунда в секунду огромные клубы пыли и дыма скрыли от наших взоров и холм и саму ракету воздух сотрясали громоподобные раскаты газов вырвавшихся на свободу из стального тела ракеты за пыльной зависой видно как нос ракеты сначала очень медленно очень плавно как бы нехотя устремился вверх с каждым мгновением движение ракеты ускоряется и вот наконец грохотом оставляя за собой сноп раскаленных газов она устремилась ввысь я впервые видел пуск ракеты таких размеров зрелище потрясло всем из детства читали жули верно и авторов фантастов но то чему мы сейчас были свидетелями превзошло всякую фантастику третий последний день был для авиационных конструкторов самым волнующим ранним утром все выехали на площадку z показывались полете новейшие типы советских самолетов летчики продемонстрировали перехват условных воздушных нарушителей сначала на больших потом на малых высотах они были подвергнуты атаке истребители перехватчиков вооруженных ракетами воздух воздух на наших глазах объятый пламенем нарушитель управляемый по радио самолет мишень начал падать когда длинный шлейф черного дыма достиг земли произошел взрыв затем показали боевое применение истребителей бомбардировщиков разведчиков штурмовиков в том числе и самолетов созданных в нашем конструкторском бюро показ произвел на всех большое впечатление после этого поехали на аэродром где группами были расставлены самолеты различных конструкторских бюро и вот здесь начинается самое главное видите пока нет вообще нигде нигде во всей книге нигде нет хрущева один сталин по каждому самолету военные инженеры сами конструкторы давали объяснение среди присутствующих находились конструкторы разных отраслей боевой техники поэтому иногда возникали оживленные дискуссии некоторые ракетостроители старались подчеркнуть преимущество ракет перед самолетами а самолетчики защищали свою технику спорщиков поправляли в том смысле что у каждого рода техники есть свои преимущества самолеты и ракеты должны не противопоставляться а наоборот дополнять друг друга в разумной пропорции мы летели обратно в москву с огромным запасом впечатлений в голове каждого роялись новые планы новые идеи мысли мы отчетливо представляли себе что возвращаемся не с парада не с выставки не с экскурсии мы были участниками смотр новой техники кстати сказать на этом смотре имел место один неприятный для меня эпизод дело было так когда на аэродроме демонстрировали самолеты разных типов у каждой группы машин под тентом стояли накрытые зеленым сукном столик два стула один для хрущева другой для конструктора на случай если потребуется какие-то разъяснения хрущев и сопровождающие его лица члены цк министры маршала генералы переходили от самолета к самолету затем спасаясь от палящего солнца под тентом слушали объяснения докладывали офицеры полигона по специальности когда дошла очередь до яков и хрущев уселся за столиком я сел рядом доклада по всем трем нашим самолетам прошли гладко почти без замечаний и машины получили положительную оценку и ответил на заданные вопросы и уже вздохнул с облегчением ожидая когда перейдут к следующей группе самолетом туполева однако хрущев уходить не собирался и помолчав немного обратился ко мне с неожиданным вопросом вы кто конструктор или писатель зачем книжки пишите на такой странный вопрос я решил не отвечать и подождал что будет дальше кино участвуйте кино режиссерами дело имеете продолжал он я молчу и с пионерами связались что у вас с ними общего внуки у вас есть вот внуки будут и занимайтесь своими внуками молчу и оглядываясь на присутствующих при этом нелепом допросе чувствуется общая неловкость большинство смотрит землю а хрущев продолжает вы конструктор и занимайтесь конструкциями для книг есть писатели пусть они и пишут а больше дело конструкции вот если я буду заниматься не совсем своим делом что из этого получится задал следующий вопрос хрущев и тут же сам на него ответил меня снимут с работы до хрущева сняли с работы но слишком поздно его сняли с работ а еще хрущева надо было судить потому что он действительно не занимался не просто не своим делом а он занимался конкретным вредительством страны он разрушал нашу страну ну продолжу тогда мне было не по себе особенно потому что описанная сцена разыгралась присутствии трех десятков людей удивительно как можно осуждать человека за то что он пишет книги имел он в виду наверное мою книгу рассказы авиаконструктора потом на его вопросы я понял что он ее и не читал книги я пишу за счет своего отдыха и не перед кем в этой своей слабости отчитываться не обязан насчет кинорежиссеров когда делали фильм нормандии нема из министерства культуры попросили меня принять режиссера картины и сценариста писателя константина симонова встретился я с ними просили они о содействии при съемках полетов французских летчиках на яках во время отечественной войны я дал необходимое распоряжение а теперь относительно пионеров позвонил мне как-то один из секретарицы как амсомола с просьбой открыть воскресенье выставку детского технического творчества политехнического музея я начал отказываться но вы сами прошлым авиамоделист вас ребята знают мы советовались цикаре рекомендовали вас это партийное поручение я согласился приехал выставка оказалась интересной собралась масса ребят выступил перед ними весь эпизод кажется нелепым как-то даже не верится что это было на самом деле однако что было то было кстати сказать вскоре моя книга была успешно переиздана теперь несколько лет мне снова пришлось побывать на этом полигоне здесь испытывался один из новейших самолетов нашего конструкторского бюро вот ему пришлось оправдываться в этой книге ему неприятно человеку который имеет такой опыт за спиной авиаконструктора прошедшего войну ему неприятно то что этот самодур этот клоун фактически унижал его перед перед конструкторами 30 человек там стояли вот что ему не давалось кто-то донес ему кто-то следил кто-то пожаловался что он книжки пишет в кино снимается с пионерами встречается что в этом плохого что так зацепила хрущева что его так разозлила совершенно непонятно яковлеву непонятно но если хрущев враг то тогда понятно чтобы не передавался свой опыт молодым чтобы слишком не высовывался слишком популярные книжки он пишет в хрущев может книжки писать хрущев фото жена ельцина может книжки писать а всем остальным не положено книжки писать ну вот собственно и все дальше он пишет что он опять побывал на этом полигоне как и в 1960 году только все уже было по-другому вот и все вот и все что посвящено хрущеву вот и все никакой работы за ним нет никакого интереса к авиации за ним нет вообще ничего нет никакой управленческой работы ничего то есть этот человек поставлен третьей силой с помощью предателей для того чтобы разваливать советский союз потому что он больше ни на что не способен вот он выходил как кукла говорил тупые совершенно вещи дискредитировал всех унижал нормальных людей плюс он еще устранял и убивал кстати он устранял сталинцев настоящих об этом еще надо будет поговорить потому что мы должны обязательно обсудить такую фигуру как абакумов обязательно это мне кажется настолько несправедливое отношение к этому человеку и никто толком его не реабилитировал но надо будет обязательно к этому вернуться еще обязательно вернемся вот к этой работе убийство михайлоса и дальше будет еще очень очень много интересного все безусловно это связано с искажением истории из той допотопной цивилизации с 19 веком но вот с этими ребятками тоже надо обязательно разобраться поставить точки над и что называется хотя бы у нас у самих пускай и пускай не у всех пускай у небольшой группы вот но кто смотрит мой канал кто занимается этой темой некоторых историков общими усилиями мы разберемся мы разберемся и поставим точки над и это важно делитесь этим видео благодарю вас за внимание благодарю за ваши комментарии спасибо нам александру сергеевичу яковлеву и спасибо тому что он создал этот труд и про сталина надо будет делать совершенно короткие выдержки из этой книги потому что это уникальные знания благодарю вас еще раз за внимание всех вам благ с вами была галина конышева до свидания вот вам такая открыточка из прошлого 86 год